Попробовать себя в роли химика, художника и даже борца с умо. Все это юные запорожцы смогли сделать в рамках проекта «Круг друзей». Мероприятие организовали местные волонтеры. Очередной праздник детства активисты провели в концертном зале имени Глинки. Как это было, расскажут наши журналисты. Интересный концерт, веселые хороводы и занимательные викторины. Выходные для юных запорожцев выдались насыщенными. В областной филармонии волонтеры организовали праздник для маленьких жителей города, в том числе приехавших из Донецкой и Луганской областей. Подобный досуг важен не только для детей, но и для их родителей, уверяют участники праздника. Мы полтора года уже живем в Запорожье, приехали из Луганска. В Луганске снимаем квартиру. У нас семья, трое детей. Егор у нас родился уже здесь, в Запорожье, ему 11 месяцев. Много мастер-классов, весело, интересно, детям есть чем заняться. Прежде всего это общение, вместо того, чтобы люди сидели каждый у себя в квартире, в доме, где-то отдельно, люди собираются, общаются. Летом это легче сделать, можно просто на природу выйти, где-то на пляж или в лес. А в такую погоду, конечно, хочется где-то в помещении собрать. Круг друзей – это не только проект, рассчитан на детей, уверяют организаторы. Позаботились и о людях преклонного возраста. Для них открыли клуб по интересам. Мы просмотрели фильм, очень поучительный, нам очень понравился он. У меня очень большое впечатление от этого праздника. Во-первых, я никогда не была в здании филармонии в Запорожье. Мне она очень понравилась. Хорошая организация, дети отдельно веселятся. Для нас, для взрослых, показали фильм. Волонтеры обещают приготовить еще не один интересный праздник в кругу друзей. Уверяют, мероприятие запланировали почти на каждые выходные. Присоединиться к веселью, развлечений приглашают всех желающих.